Друзья, всем привет! Это канал Фактограф, и сегодня мы поговорим о самых красочных морских слизнях. Морские слизни – удивительные существа, которые обитают в морях и океанах, и украшать своим ярким окрасом морские пейзажи. Разнообразие их форм и цветовых гамм заставляет нас восхищаться природным богатством и удивляться тому, как многообразна жизнь в океане. Мы покажем вам ядовитых и фотосинтезирующих моллюсков, слизней, похожих на лист дерева и на лист салата, моллюска кролика, моллюска бабочку и многих других. Так что садитесь поудобнее и давайте погрузимся в мир морских слизней. Листовая овца Листовая овца. Этот маленький морской моллюск – достойный претендент на звание самой милой жителя океана. Симпатичная мордочка, маленькие черные глазки и небольшие щупальца рожки делают животное, похожим на мультяшную версию настоящей овечки. Спина моллюска покрыта своеобразными зелеными листьями, благодаря которым он получает энергию. Как такое возможно? Довольно просто. Листовая овца питается водорослями, а хлоропласты из них откладываются в листиках слизня и через какое-то время фотосинтезируют. Морские овечки вырастают в длину до 1 сантиметра и встречаются на морском дне у берегов Японии, Индонезии и на Филиппинах. Язык фламинго Если вы любите понырять в водах Атлантического океана вблизи северо-западного побережья, то у вас есть шанс встретить яркую морскую улитку под названием язык фламинго. Эти существа живут на коралловых рифах, где питаются ядовитыми горгониями. Улитки впитывают яд жертвы и сами становятся ядовитыми. Узнать этих моллюсков вы сможете по оранжевой окраске с черными пятнами в виде колец. Такую расцветку имеет живая мантия, покрывающая однотонную раковину. Длина раковины составляет 4 сантиметра. В случае опасности животные прячутся внутри нее, словно в домике. Восточная изумрудная Элизия Знакомьтесь, вот еще один представитель морских слизней, обладающий способностью фотосинтеза. Элизия стала первым известным ученым животным, способным осуществлять этот процесс. Она, как и листовая овца, не имеет собственных хлоропластов, а получает их, питаясь морскими водорослями Ваучерия литория. Взрослые особи, окрашенные обычно в ярко-зеленый цвет, реже встречаются красноватые или сероватые оттенки. Моллюски вырастают до 6 сантиметров и на вид напоминают листья. Они отличаются большими боковыми параподиями, похожими на мантию, которые периодически сворачиваются и укутывают тело. Водится изумрудная Элизия вдоль Атлантического побережья Северной Америки. Морской кролик Мы готовы поспорить, что это животное точно не оставит вас равнодушными. Этот маленький, милый кролик на самом деле является морским слизнем. Он имеет округлую форму тела длиной до 2,5 сантиметров. Цвет может варьироваться от белого до желтого или оранжевого, и на теле могут быть черные или коричневые пятна. Тело морского кролика покрыто мелкими игольчатыми структурами — спикулами, которые создают иллюзию шерсти. На голове слизня расположены два органа чувств — похожие на длинные ушки, а сзади — жабры, напоминающие хвост. Обитает этот милый слизняк в прибрежных водах Тихого и Индийского океанов. Галлажаберный моллюск Янолус Этот вид морского слизня обитает на мелководьях близ полуострова Кенай, а также выступающего от побережья Аляски — в Центральной Калифорнии, а также в Северной Японии. Моллюски селятся в каменистых районах на глубине не более 30 метров. Янолус выглядит как миниатюрный подводный светильник. Его полупрозрачное беловато-серое тело вырастает до 3,5 см в длину. Оно полностью покрыто цератами — вытянутыми анатомическими выростами — с коричневыми ядрами внутри. Цераты способствуют дыханию и процессу газообмена для метаболизма. При нападении хищника моллюск сворачивается в клубок, а колючки защищают его. Гипсиладорис канга Этот вид моллюсков — еще одно живое доказательство, что в морских глубинах не все унылое и невзрачное. Слизняк имеет достаточно вызывающую внешность. Его тело окрашено в сине-серый цвет с желтыми и черными пятнами. Ринофоры, то есть рецепторы запаха и вкуса, красные, а их стебли темно-синие. Гипсиладорис канга распространен в водах Танзании и Мозамбика. Он питается морскими губками из рода диссидеа и вырастает в длину до 7 сантиметров. Циарс негриканс Что это? Рой бабочек под толщей воды? Нет. Это уникальный морской слизняк-бабочка. В окрасе моллюска преобладает золотисто-черный цвет. Его спина украшена округлыми анатомическими выростами и выглядит словно стая бабочек. Этот вид слизни обитает в Индийском океане, а также западной части Тихого океана. Больше об этом красавце совершенно ничего не известно. Флабеллина лодинеа Нужно еще больше красок? Вот, пожалуйста. Этот морской слизень вполне способен ослепить вас своей красочностью. Его тонкое тело вырастает до 4 сантиметров и выделяется фиолетовым цветом. Многочисленные выросты на спине – церраты, окрашенные в неоново-оранжевый цвет и придают животному лохматый вид. Кроме того, на голове выделяются красные ринофоры, используемые для привлечения партнеров или добычи. Яркий окрас служит сигналом для хищников, что слизняк неприятный или ядовитый. Встретить такое чудо вы можете на западном побережье Северной Америки. Элизия Криспата Это у нас слизцалата? А нет, это же слизень, которого прозвали салатовым из-за его кудрявой мантии. Крупный красочный моллюск вырастает в длину до 5-7 сантиметров, а в ширину – до 3. Его цвет, в отличие от настоящего салата, не всегда зеленый, а имеет разнообразные оттенки – от бледного с красными или желтыми линиями до синего. Элизия Криспата обитает в тропических водах Западной Атлантики от Флориды до Мексиканского залива. Эти моллюски предпочитают селиться в прибрежных зонах рифов, в мелководных и чистых местах. В пищу они употребляют различные водоросли, а также питаются автотрофным путем, накапливая в своем теле хлоропласты. Ипсилодорис апполегма Это еще один красочный представитель брюхоногих моллюсков, обитающих в водах Тихого океана. Вы его узнаете по практически люминесцентной мантии, переливающейся от пурпурно-розового до фиолетового цвета. По краям мантии проходит непрозрачная белая кайма, огибающая все тело. Колбы ринофоров выделены оранжевым оттенком и пурпурными оболочками. Высокий жаберный карман может быть либо также оранжевым, либо темно-фиолетовым. Тело этих слизней высокое и продолговатое, вырастающее до 5 см в длину. Питается ипсилодорис апполегма в основном губками диздередая. Немброта кубарьяна Крупный размер, темный насыщенный окрас с характерными зелеными полосами вдоль всего тела. Так можно коротко описать этого морского голожаберного слизняка. В длину он вырастает до 12-13 см. По сравнению с предыдущими моллюсками, немброта кубарьяна просто гигант. Края тела и головы могут быть окрашены в ярко-оранжевый цвет, ринофоры и жабры в зеленый или красный. Слизняк питается асцидиями, но сам стать чем-то обедом не может, ведь является ядовитым. Ареал обитания этого вида охватывает Индотихоокеанскую область, Восточную Африку, Филиппины, Малайзию, Индонезию. Акения Аксиния Розача Вдоль побережья западной части Северной Америки, от Орегона до Нижней Калифорнии, встречается это необычное розовое чудо. Этот морской слизень характеризуется многочисленными длинными выростами на спине, которые сужаются и переходят в более светлый оттенок к концу. Мантия и голова не отделяются от остальной части тела, а являются одним целым. Как же этому моллюску удалось добиться идеального розового? Все благодаря употреблению в пищу морских мышанок хелиостоматида, то есть морских беспозвоночных животных, из которых он получает ксенофильный пигмент. Иотинофизис Разве на дни океана поселились инопланетяне? Нет, это тоже морской слизняк, чем-то он похож на лепесток розы. Его окрас может быть как и темно-коричневым, так и нежно-розовым, или даже почти белым. Края большого тела подчеркнуты белой линией. Прозрачная ракушка украшена коричневыми полосами. По сравнению с телом она слишком маленькая, поэтому слизень не может втянуть тело внутрь полностью. Иотинофизис обитают в тропических водах по всей Земле. Они селятся на мелководье, ползают по дну и зарываются в песок. В их рацион входят щетинистые черви, мидии и даже некоторые виды слизней. Тринкезия сибоги Это что, настоящий мини-дракон? Нет, опять не угадали. Это необычный неоновый слизень, который завершает сегодняшнее наше видео. Этот вид брюхоногих моллюсков широко распространен в тропических водах Индийского и Тихого океанов. Большими размерами слизняк не выделяется, он вырастает до 3,5 см в длину. Но особого внимания заслуживает его окрас. Тело моллюска имеет пурпурно-лиловый оттенок. Спина животного украшена длинными анатомическими выростами, расположенными параллельными рядами. Эти выросты или цераты окрашены в более бледный оттенок, а ближе к кончикам имеют ярко-красный цвет. Подводный мир – кладезь всего прекрасного и необычного, ведь природа знает, что создает. Казалось бы, все уже видели, обо всем знаем, но мы все равно стараемся найти что-то необычное и способное вас удивить. Делитесь с нами в комментариях, какого морского слизня вы сегодня для себя открыли и какой из них впечатлил вас больше всего.